Хейо, гейс, с вами Шимики, мы продолжаем пройдите руку под названием Эволон 2. В прошлой серии мы сразились с пиратами, мы их победили, победили даже главаря ихнего усача какого-то. А-па-па! Или типа-то как-то так. Мы получили первый кристалл, который нам необходим. И теперь мы видим, что произошло после взрыва. Походу здесь уже ничего не сменит, да? А хотя, Ветряная долина, подожди. Мастер! А, это ты. Похоже, ты довольно энергичный, возможно, обладаешь скрытой силой. Хотел бы я иметь такого сына, да и мне знать, если нахнешься на прототип летающей машины. Даже если он не завершен или поврежден, он приходится в моих исследованиях. Эта суета с летающей машиной кое о чем не напомнила. Интересно, оно все еще на том же месте, где мы приземлились? Пойду, что-нибудь. А, выход... Все. Хорошо. Получается, что мы сейчас сделаем? Это мне сейчас предлагают отпутешествовать обратно в... Может, у меня лучше с летающей будет, вы думаете. Вместо того, что я буду на лодке кататься, я буду просто летать. Ну, в принципе... Сука. Вот. Ну, фиг его. Фиг. Полетели за устройством. Полетели. Мне кажется, нам нужно будет сделать два прохода. Сейчас мы вернемся в прошлое. В будущее. Заверем летающий аппарат. Принесем ему в этом времени. А, это три даже захода получается. Придем сюда. Он нам сделает с вами... Этот... Аппарат. Короче. Сейчас мы возвращаемся в будущее. Забираем аппарат. Возвращаемся сюда. Возвращаемся в настоящее. Отдаем ему аппарат. После всех этих махинаций... Мы возвращаемся сюда. Возвращаемся в будущее, чтобы он нам отдал... Поздравляю. Ты нашел фрагмент огня. Кто знает, что станет за этими пиратами? Может, они найдут себе другой дом? Хотел бы я иметь место, которое могу назвать домом. А приходи ко мне, если тебе нужна больше информации про фрагменты ключей Маджи. Мне не нужны. Но я знаю, что случилось с пиратами. Их подобрал вот тот... Монстрик из кладбища. Даже по сути он. Опять. Шар времени. Я думаю, его нужно пока что оставить. Он мне не нужен. Пока что. На, отправляемся. А, вот еще он горелый. Теперь все понятно. А, видите, а мне только с летающим устройством туда можно попадать. На те острова. Получается, здесь немножечко у меня занята эфири. Так, здесь было летающее устройство. Надо его забрать. Этого уже нету здесь. Это весьма... Обворожательная машина. Интересно, кто изготовил подобное? Шимики, ты думаешь, она нам позже пригодится, да? Я согласен. Наверное, он пролетел не очень далеко и не очень долго. Прототип Икс. Иногда я поражаюсь, где ты хранишь все это добро. Просто не поражайся. Так, сразу бежим. Сразу, когда... В 3D почему-то мире, если вдруг кто-то будет спидранить данную игру, вы знаете, когда черная модель, значит, игрок уже бежит. Именно для этого мира. Мы с вами идем сейчас на корабль. Вот как раз за это я вот и говорю. Ах, ах. Нет, нам нужно сейчас временные промежутки делать. Нам нужны временные промежутки. И нужно будет... Вернуться в город таким вот видом. Человечку. Объясню почему, потом. А жалко, что я не могу сразу выбирать временный промежуток. Что мне нужно постоянно переключаться вот так. Так, сразу бежим. Нет, мне нужна 3D модель, точно. Это и не получится. Что я задумал. Ну, как вы поняли, я правильно, в принципе, представил. Все, что будет, что дальше. Ой, блядь, они сейчас еще все садятся. Это затягивает немного времени. Ну, хотя для тех, кто игр это нормально. Так, стой, мне нужно в пик. И как раз посмотрю, что это огромное зарыба в море. А, это ты. Похоже, ты довольно энергичный. Возможно, я хотел бы иметь такого сына. Дай мне узнать, если она к нюшке. Даже если он... Так, хорошо. Уберим. Уберим. И построить собственную летающую машину. Это наверняка займет много года. Но это непременно произойдет. Когда... Как тебя зовут? Шимики? Ладно, тогда я обещаю, Шимики. Процессив моего... Моей первой летающей машины будет принадлежать тебе. Пора за дело. Опа. Опа. Влетающая машина. Опа. Влетающая машина. И мне не придется постоянно так бегать на лодке. Я сейчас, ребята, сокращаю пути. Я сокращаю дороги и временные промежутки. Все, нам осталось только... Зайти в это время в будущем. А я думал, типа, откуда он меня знает? Типа, он меня же не встречал. Походу, он встречал меня из прошлого. И поэтому он меня знает в будущем. Но почему мне тогда в будущем я дал сразу фрагмент? Если я в настоящем... Ну, в настоящем уже и встречал. Не состыковочки в игре. Но мы с вами все равно сейчас зайдем, мы это сделаем. В город. Мне нужно вещату там сделать. Если не ошибаюсь, я там звезду пропустил. О, фу. Малатин у нас зависло и думал, ага-га. А я же не сохранил, ни хера. Хотя у меня сейвы есть, и я теперь сейвы делаю. Постоянно. Чтобы я игру не перепрохотил по сто раз одно и то же. Слушай, не это? Или все-таки нужно было в другом временном промежутке? Серьезно. Походу, в том временном промежутке, в котором мы были прежде, нужно было вот зайти тогда. Ну, ладно. Все же, все же. Да, я хочу. Мы садимся в лодку, чтобы я просто сейчас ступил немного и обратно не бежал. Мы сейчас сразу пробежим. Летро на пик. Опа! Мельницу он создал. Видели? Он развился все-таки своей технологией? Нифига себе. Эй! Я тебя никогда раньше не видел, ты новенький. Отойди немного, я тренируюсь. Я хочу стать таким же сильным, как Шимики, герой нашей деревни. Он вуду запустил? Здесь все изменилось с твоего последнего визита. Но, возможно, в этом стоит винить или благодарить тебя. Тем не менее, ты довольно хорошо знаешь, что все это имеет значение. А пора дай мне, блядь. Эй! Опа, пещера. Даже здесь мы придаем оружие. Почему люди должны постоянно сражаться? Существует ли где-нибудь место без войны, место вечного мира? Так, вы хоть говорите, вы продаете что-то ценное? Оооо, что же это? Это у нас... Ме... Щит Зельды. Щит Капитана Америки. Вот эта монета очень знакомая, я не помню. В игре я точно какой-то видел. Меч из Final Fantasy. Меч из Зельды. Меч... Я не знаю, вот этот посередний меч откуда он. И щит я, блин, не знаю откуда. Печально, ладно. А вас интересует что-то конкретное? Мы продаем самые разнообразные редкие предметы. Купить. Все под солнцем, дар. Находит все сундуки. Раз. Меч ветра. Минус 2000. Ну, то есть, 2000 стоит. А, минус 2 атаки. Ожирение удачи. Множай деньги на 2. Купите все под солнцем, дар. За 3D. А я это сейчас специально делаю. Вы получаете все под солнцем, дар. При помощи этого полезного устройства вы можете отслеживать все сундуки. Я думал, это чьи-то, а это, оказывается, этот. Спасибо, приходите еще. Это этот из Драгонбула. Специальный механизм, что ищет. Так, подожди, как он работает, интересно. Или он бесполезен? О, сундук. Мне теперь нужно где-то нашкребать 500 денег. А если я нашкребаю 500 денег, я сразу покупаю себе вот этот амулет на плюс на Х2. Ты слышал про шемики? Он герой нашей деревни. Он помог Сиду, великому изобретателю и основателю нашей деревни создать самую первую летающую машину. Затем он взял и исправил прямо на ровном месте. Ни единого следа. Некоторые говорят, что он был пришельцем, который прилетел на межгалактическом корабле. Звучит довольно безумно, верно? Как жаль, что у тебя нет летающей машины. У меня есть классный маршрут с ценным призом за победу. Давай мне... А где? Мне старик должен был дать. Я покинул столицу и переехал сюда. Вижу воздух и спокойствие. На вершине горы ни с чем не сравнится. Как жаль, что большинство не понимает этого. Конечно, если они поймут, то все перейдут сюда. И здесь уже не будет так спокойно. Когда я тебя увижу, ты первый, кто получит летающий аппарат. Но почему-то я не получил ни хера летающий аппарат. Эй, ты! Никто не пройдет без разрушения вождая деревню. Никто не имеет права войти вон те руины. Я понял. Где вождь? Это он? Приветствую. Вам нужна комната? Эй, подожди-ка! Ты... Ты же... ШИМИКИ! Все верно. Это единственные и неповторимые ШИМИКИ. Это значит, что легенды верны. Ты пришел, чтобы найти то, что пообещал тебе великий изобретатель Сид. Есть как... Какая-то проблема? Ну... И, ну, демон. Никаких проблем, сэр. Вообще... Как бы это сказать... Ну, понимаете, оказывается, великий изобретатель Сид действительно создал для тебя летательный аппарат. И мы сохранили его для тебя. Собственно, мы разместили аппарат на вершине горы Альфа, чтобы никто не мог его украсть. Но похоже, что он исчез. Мне жаль, я не знаю, как такое могло произойти, но стоял прямо над... Прямо там, на горе. А затем внезапно исчез в воздухе. Никто даже не видел, чтобы кто-то входил в пещеру. Мне действительно жаль. Интересно, кто мог осуществить подобное неслыханное воровство? Дискриминатор. Я еще раз извиняюсь. Эх, я знаю, что это... не так много, но я могу дать тебе разрешение на исследование ближайших руин Маджи. Там находится огромный сундук, который никто еще не смог открыть. Для такого легендарного героя, как ты, Шемики, это будет пару пусяков. Руины Маджи? Таинственный сундук? Может рассчитывать на меня? Пошли туда прямо сейчас, Шемики. Окей. Я не против. Стоп, 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 стоп. Перед этим, перед этим, перед этим, перед этим. Я знаю, что Мои извинения достаточно Нам было поручено сохранять для тебя этот парад, Шамики Я просто не понимал, как он мог Исчезнуть в подобный образ Можешь ли ты простить нас? Да, могу У меня теперь два варика Мы можем проверить пещеру там, где Украли И второй руины Маджи Я думаю сначала Изучить Левую часть А потом уже пойти направо Как вам идея, а? Эй, ты Когда-нибудь забирался на вершину Горы Альфа? Мой дедушка говорит, что Там был хранитель или типа того В пещере наверху Мне кажется, что он за булыжниками Прикрывающийся путь Но туда больше нельзя попасть И это полный отстой Если Ну я смотрю Хотя я здесь как раз и могу Поискать монетки Я могу поискать монетки Может я как раз денежку и найду Себе здесь Или все монетки у меня украли Вообще стоит сюда мне лезть У меня такой вопрос Короче, здесь нихера не падает Я не вижу смысла От этого места Я понимаю, что я могу залезть наверх А потом мне слазить оттуда Вы понимаете? Залазить и слазить Это разные вещи Хотя Я слезу по Пойду Тоже быстро Грен, где мой аппарат? Твары Я хочу множить или икс Мне не хватает Каких-то Двадцать один Монетка Двадцать одна монетка Камон Опа Опа Звездочка Мана Неплохо Неплохо Вообще неплохо Я могу улучшить до третьей версии Кого-то из них Да ладно Этот сундук Довольно уникальная находка Судя по Письменам Он содержит что-то очень ценное Может в нем фрагмент Который мы ищем Но сначала нужно Выяснить Как его открыть Ооо Ребята Лошо Поехали в начальную Этот машин Довольно необычный Я немного переживаю Что он может отправить нас В какое-нибудь опасное место Что если мы Окажемся в вулкане Или на дне океана Что скажешь, Шимики Нам что-то рискнуть Нам Как скажешь Смотрите, это другая реальность По идее, так? Это другой маджилет Хотя может быть Только три временных Да ладно И где мы оказались На этот раз? В любом случае Это не похоже На мое время Ого Умопромочительно Что нашла Вельвет Это чудо Мы действительно Оказались В эре Маджи В уверенном Местце Вельвет Конечно Уверена Эти камни Явно из эры Маджи Но посмотрите На них Они как новые Недавно вырезанные В хорошем состоянии Мы можем Встретить Настоящих Маджи Боже, я не могу в это поверить Как долго я мечтал Получить ответы На все Свои вопросы А теперь У меня есть настоящий шанс А какого рода Вопросы Вас интересуют Их так много С чего будет начать Источник их знания Во что они Верили И Больше всего Почему они Таинственным образом Счезли Их цивилизация Создала Столько чудес И они могли Путешествовать Во времени Не всяких Сомнений Что могло Произойти Похоже Нам придется Это выяснить Я очень надеюсь Что здесь Никто не будет Говорить Про великую Катастрофу Мисс Фина Права Нам стоит И в первую очередь Самим изучить Эту эру Это сон Блядь А я сейчас думаю Могу я вернуться Могу Мне летающий аппарат Нужен Сори Мне нужен Летающий аппарат Могу Ааа В этом Только я могу Путешествие Только в двух Мирах окей кто мог знать давайте как-то так само если на превьюшку я придумаю что-то новостранное одеяние ага среди вас пол человек тогда вы наверное из центра молекулярных исследований они все так много и двинутые на мой взгляд как я могу здесь денежку поискать это одно из главных мест изучения аномалии мы изучаем ее свойства и затем приду смотрим матри в потрясающее изобретение пока туда не пошел мы зайдем в храм моджелиты создали при помощи данные из аномалии однако они пока не работа способны возможно когда-нибудь мы будем способны рассекать через пространство время аномалия превосходно нашей самой страны и записян но мы анализируем ее происхождение всего пару десяток последних лет надо просто шеломительный возможно наше исследование можно использовать для предотвращения конца света и типа отсылочка на майя конец света приближается великое разрушение поглотить само время мы должны найти способ предотвратить его иначе всем существующему грозит исчезновение используя данные аномалии мы изобрели ужасающий предмет судя по нашим экспериментам он позволяет кому-то стере стереть что угодно из времени как будто она фактически никогда не существовало мы называем его ключи времени из-за потенциального неправильного использования его разделили на пять фрагментов каждую часть ключа предали на отдельный остров у нас был один и последний предложительный дебатов мы решили отправить его в аномалию тем самым обеспечить невозможность соединения вместе всех пяти фрагментов без сомнения силов ключа времени представляет слишком большой риск а так и возможно миру потребуется подобная сила чтобы противостоять великому разрушению было ли мудро избавиться от него некоторые наши коллеги считают что путешествия времени нужно запретить его избежание возможных последствий но у нас довольно высокий протокол и безопасности временная модификация никогда не сможет произойти произойти ведь нас все-таки интересует лишь сбор данных а не изменение эти материи пространства хорошую здесь не ломается я не знаю что задумали парни из центра молекулярное исследование но они судя по всему используют наши данные для строительства какой-то огромной машины я очень надеюсь что они знают что что делают а в этом центре мы изучаем физические свойства аномалии ее диаметр на стиле изменился за последние несколько веков то что вошло не выходит обратно на ее горизонте замечены пространственные временные беспокойства похоже на моли поглощать самое время довольно вероятно а довольно невероятно ты согласен так как я понимаю мне нужно было ключ с собой до взять и крупа нам придется с вами чего сбежать за ключом временами а это что за хели хочешь узнать для чего эта пушка мы назовем ее большая пушка гиперион все довольно просто мы используем пбг чтобы посылать различных объекты в аномалию после этого мы изучаем временной исход по горизонту ты хочешь что-нибудь отправить его аномалию при помощи пгг похоже ты не член центра исследования аномалии и придется получить разрешение нам и анархитическому великой библиотеки который расположен совет временной этики мне нужно типа шар до использовать отсюда чудесно видно аномалию как думаешь когда-нибудь аномалия поглотит все время как это романтично вы хотите отправиться в плавание да вот это аномалия вот там пак понятненько лабораторий маджи эй шимики это библиотека в смысле наверное это сама библиотека маджи то что по слухам содержит все разнообразие знаний и сведения маджи пожалуйста 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 дай здесь осмотреться до спасибо а вот как теперь похоже нам пора покинуть это место но мне еще столько предстоит узнать если тебе интересует конкретная книга обратись к профессору гугелю гугл он подскажет тебе нужное направление у него и индийская память и откуда у них такие странные на давайте начнем тогда с левой части сколько всего предстоит узнать из раскрыть слишком много для одной жизни не глубоко огорачает что любая жизнь неизбежно заканчивается то я никогда не смогу прочитать все существующие книги и посетить все земли в то же время возможно именно по этой причине я считаю каждый момент одинаково ценам заставлять задуматься много было написано про конец света большинство маджи принадл придерживаться мнения что событие приближает мне в итоге фундаментальные исследования продвигаются со скоростью света я скорее скептически отношусь к этому если конец света неизбежен это произойдет но я не вижу причин считать что все не должно идти своим ходом надеюсь он правда на этом счет согласно последним данным центра исследования аномалия аномалия существует одновременно во всех временах но это еще не предстоит предотвратить именно поэтому проекту маджолит необходимо завершить не обращая внимание на тех кто считаете его пасом я мог подтвердить что маджолит и завершили чтобы осуществить свою мечту мне предстоит прочесть примерно 2000 книг на различные темы интересует какой моя мечта работать в центре молекулярной исследований этом не всяких сомнений лучше исследовательская команда в мире желаю приятного чтения так и походу центральная поэтому мы сейчас возвращаемся к этому и великий так и великая библиотека маджа ради благоставленных посетителей постарайся молчать помимо этого шоколад ты и плаща невидимки строго запрещены шоколад я не знаю плаща невидимки это скорее всего что-то случай нет то было на google да не надо полтора типа отсылка на гри поттера типа плаща невидимки но и почему каждый библиотекар убивает все веселье сходное количество документов дошло до нас из темных веков и судя по всему аномалия существовало уже тогда и конечно теория конца света возникла именно в этом отдельном периоде тогда она была известна как великое разрушение временем времена меняется а страхи стадаются не знала что многие веков назад уровень моря было значительно ниже и по всему что-то вызвало быстрое таяние замерзшего континента что позволило уровнем моря подняться на немного на несколько метров за пару десятилетий сожалею большинство записи этого периода утеряно забавно представить что ранее было несколько больше континентов они отдельные островам эта эра известна как темные века может когда-нибудь я смогу попасть в темные века они имеют ввиду наше время вы типа наше наше давайте мы до конца побеседуем с тем кто здесь и закончим серию я начну сразу следующее большая поваренная книга специи в комнате d полка 7 ряд 68 топ 50 теории аномалий комната а полка 18 у нас использование лестницу ряд 42 конец света для чайников кто-то забрал ее и так не вернул наверное это знаменитый профессор гугель как у него феномальная память я возглавляю совет временной этики наша роль довольно просто разрабатывать инструкции и протоколы для предотвращения индицентов сценариях путешественного времени мы готовы к любым непредвиденным обстоятельствам конечно если все следует нашим рекомендациям приятно знать что кто-то планирует все заранее так и последний остался добрый день мисс чем могу быть полезен так случилось что мне в руки попала книга некоторое время назад бассейн не понимаю ее целиком у вас не найдется время чтобы ее расшифровать книга говорите могу я на нее выглянуть да вот она подумай только изумительно это полный трактак науки холода и он содержится невообразимое утверждение могу я сделать копию да спасибо мистер гугель подойдите пожалуйста да анархи анархивисты чем могу быть полезен быстро переведите эту работу в память а затем сделайте полную копию пожалуйста все секунду сэр а не стоит волноваться это займет всего пару мгновений все готово сэр спасибо мистер гугель это все а это все спасибо за за бродовольный вклад в великую библиотеку и это непременно займет кучу лет займет кучу лет но все равно расшифруем эти уравнения и это позволит нам воссоздать условиях экстреминального холода мы конечно осторожно изучим эти реакции не хотелось бы случайно заморозить целый остров в любом случае в качестве благодарности примите мое разрешение на использование больших пушки гипериона использования центра вам это понравится ну постарайтесь не отправлять ничего старого в аномалию старом анус есть что-либо старая ту команду мы можем отправить и шары времени это принципе все что мы можем отправить на самом деле этот остров нас как мы поняли заморозился в конце концов давайте смотреть если здесь больше ничего нету мы закончим на этом не нифига ладно давайте ребят я думаю на этом мы закончим и на следующей серии я сразу продолжу поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайк и подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока